здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика я вам уже рассказывал про несчастный случай с электромонтером который гаечным ключом ошибочно задел шпильки в одного автоматического выключателя находящиеся под напряжением 400 вольт а до этого знакомил вас со случаем произошедшим уже с двумя опытными электромонтерами которые попытались установить переносное заземление на шины находящиеся под напряжением аж 10 киловольт слава богу что в обоих случаях все обошлось без серьезных последствий чего кстати нельзя сказать о сегодняшней истории сегодня я расскажу вам про групповой несчастный случай со смертельным исходом на распределительной подстанции напряжением 10 киловольт естественно что фамилии название предприятия название подстанции диспетчерские наименования я озвучивать не буду по понятным тому причинам тем не менее для распознавания электромонтеров обозначим их соответствующими буквами и так пострадавших в данной истории двое первый пострадавший это электромонтер к это электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования шестого разряда группа по электробезопасности четвертое стаж работы в электроустановках внимание 21 год данный электромонтер скончался от электротравмы второй пострадавший электромонтер м это также электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования также шестого разряда с такой же группа по электробезопасности 4 и стажем работы 14 лет до чуть меньше но тем не менее все равно достаточно большой стаж он получил ожоги кистей рук и лица второй степени как видите опыт и стаж работников здесь в данной истории достаточно серьезный и так перейдем к обстоятельствам несчастного случая согласно графика ппр на распределительной подстанции необходимо было вывести в ремонт вторую секцию шин 10 киловольт для ревизии шинных и заземляющих разъединителей шер 21 шер 22 шер 23 шер 24 шер 25 это шинные разъединители и заземляющий разъединитель zr 2 подготовка рабочих мест была выполнена оперативным персоналом в полном объеме ячейка шинного разъединителя шер 26 была закрыта дверкой сетчатым ограждением на ней был вывешен предупреждающий плакат стой напряжение неподвижные контакты шинного разъединителя шер 26 находились под напряжением 10 киловольт на схеме я их обозначил выделил красным цветом заземляющий разъединитель zr 2 был включен то есть сборные шины 2 секции 10 киловольт были заземлены на рукоятку привода заземляющего разъединителя zr 2 был вывешен указательный плакат заземлено на каждой ячейке где будут производиться работы отключены шинные разъединители на дверках сетчатых ограждений вывешены предписывающие плакаты работать здесь около ячейки шинного разъединителя шер 21 был установлен деревянный щит ограждения и так в 7 30 утра для выполнения работ в электроустановки был оформлен наряд допуск при допуске на рабочем месте ответственному руководителю работ производителю работ и всем членам бригады было наглядно продемонстрировано отсутствие напряжения с помощью указателя высокого напряжения увн были четко указаны границы рабочего места и таковедущей части электрооборудования которые остались под напряжением производители работ г проинструктировал членов бригады о мерах безопасности и развел их по рабочим местам следующим образом электромонтер д на шинный разъединитель шер 21 электромонтер м на шинный разъединитель шер 22 и электромонтер к на шинный разъединитель шер 23 после чего сам приступил к работе на заземляющем разъединители за р 2 около 9 00 производителя работ г завершил работу на заземляющем разъединителе ЗР2 и перешел на шинный разъединитель ШР24, то есть перешел в ячейку шинного разъединителя ШР24. В 9.05 электромонтер М завершил работу на шинном разъединителе ШР22, о чем сообщил производителю работ Г, который перевел электромонтера М на следующее место работы, то есть следующую ячейку, эту ячейку шинного разъединителя ШР25. Ориентировочно в 9.15 электромонтер К закончил работу на шинном разъединителе ШР23 и, не сообщив об этом производителю работ, перешел к шинному разъединителю ШР26, верхние губки которого находились под напряжением 10 кВ. Открыл сетчатое ограждение, встал на шины и попытался выполнить очистку опорных изоляторов верхних губок щеткой, в результате чего попал под действие высокого напряжения. Находящийся рядом в ячейке электромонтер М услышал характерный треск электрического разряда и увидел электромонтера К на соседнем шинном разъединителе ШР26. Зная, что допуск на него не производился и на момент допуска сетчатое ограждение было закрыто и вывешен там предупреждающий плакат стой напряжения, он окрикнул электромонтера К. Электромонтер К уже не реагировал, тогда электромонтер М подбежал к пострадавшему, чтобы попытаться оказать ему помощь. В этот момент произошло межфазное короткое замыкание, в результате чего электромонтер М попал в зону термического воздействия электрической дуги. Производитель работ Г окрикнул членов бригады по именам, не отозвался только электромонтер К. Из-за сильного задымления производитель работ дал команду покинуть помещение подстанции, помещение РУ и работники срочно эвакуировались через запасной выход. В это время на диспетчерском щите управления мастер смены, мастер оперативного персонала услышал хлопок и зафиксировав срабатывание защиты дал задание электромонтерам, это уже электромонтеры оперативной службы, П и Р, осмотреть РУ 10 кВ распределительной подстанции. После осмотра электромонтер П доложил мастеру смены, что в РУ 10 кВ подстанции имеется сильное задымление и обнаружено тело электромонтера К без признаков жизни. На полу у дверей шинного раздвинителя ШР-2-4 лежит куртка термол, защитная каска и респиратор, принадлежащие электромонтеру М. Рядом с открытыми дверьми ячейки ШР-2-6 на полу лежит предупреждающий плакат «Стой напряжения» и защитная каска электромонтера К, имеющая следы воздействия дуги. Под коробчатыми сборными шинами лежат разрушенный тяговый изолятор и щетка-сметка электромонтера К. Шинный раздвинитель ШР-2-6 типа РВК 20-4000 имеет следующие степени разрушения. Левая, это у нас фаза А, закопчена полностью. Тяговый и опорный изолятор имеют следы воздействия дуги. Средняя, это фаза Б, закопчена полностью. Разрушены опорные и тяговые изоляторы. И правая, это фаза С, закопчена полностью. Разрушен тяговый изолятор. Опорные изоляторы имеют следы воздействия дуги. Мастер смены оперативного персонала незамедлительно сообщил о происшествии в здравпункт. В 9.25 прибыла машина скорой медицинской помощи. Приехавший фельдшер констатировала смерть электромонтера К и оказал первую помощь, первую медицинскую помощь электромонтеру М. После чего направил его на машине скорой помощи в городскую клиническую больницу. В момент несчастного случая электромонтеры К и М применяли следующие средства индивидуальной защиты. Это нательное ХБ-белье, костюм термол для защиты от воздействия электрической дуги, куртка термол для защиты от воздействия электрической дуги, кожаные ботинки для защиты от электрической дуги. Каска, ХБ-перчатки, респиратор. Применение термостойкого комплекта спецодежды для защиты от воздействия электрической дуги позволило избежать тяжелых последствий смертельного исхода для электромонтера М. Выявленные замечания в ходе расследования. Производитель работ Г. Не выполнил требования по охране труда при эксплуатации электроустановок, то есть не организовал свою работу таким образом, чтобы вести контроль за всеми членами бригады. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования К. Не выполнил требования правил, нарушил инструктивные указания, полученные при допуске к работе. И без разрешения производителя работ ушел с рабочего места и приступил к выполнению непорученной работы. Так что вот такая вот печальная история. Вот такой вот случился групповой несчастный случай со смертельным исходом. Еще раз хочу в заключении сказать, что электробезопасность превыше всего. Если при допуске вы посчитали, что мер безопасности указанных в наряде допуске недостаточно, то потребуйте от оперативного персонала установку дополнительных ограждений, установку запирающих устройств, замков и тому подобное. В принципе этого случая можно было бы избежать, если бы на ячейку ШР 2.6 установили не просто повешали плакать стой напряжения, а установили замок. Собственно на этом все. Если у вас возникли какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях. Если вам понравилось данное видео, интересны подобные сюжеты, то обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Я еще буду освещать подобного рода истории, ситуации, чтобы мы могли изучить и самое главное проанализировать ошибки, которые привели к несчастным случаям. Всем спасибо за внимание. С вами как всегда был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч.